Всем привет! С вами Мария и Георгий, компания Forerum Plants, и сегодня мы находимся на нашем объекте, который представляет себя фитостену, длиной 15 метров. Общая площадь здесь примерно 45 квадратных метров. На создание этого проекта мы убили примерно 2-3 месяца. На самом деле меньше, то есть у нас получилось так, что срочный был запуск, но расчет был на полтора месяца. Здесь находится более тысячи четырехсот растений. Сделано это все на войлоке. Технология, которую мы пользуемся регулярно, здесь, если посмотреть, можно увидеть, то есть это не пластик. Здесь идет основа, сверху у нее набиваются карманы, и в эти карманы разбивается специальный грунт, который используется для гидропоники, и всажаются растения. Здесь самое сложное, это техническая часть. На первом этаже находится целый отсек, посвященный этой фитостене. Здесь еще рядом бассейн. Отдельная гора, где-то светильники. Здесь их что-то вроде 60 штук. Мощность. Мощность светильников Гош какая была? 30? По 30 ватт, да. И здесь растут разнообразнейшие растения. Здесь есть очень много ароидных, очень много бегоний, папоротников, всяких сингониумов. И отдельно еще вот здесь есть такая вот часть с купелью. На одни, собственно, тоже растут растения. И туда надо завязать и все это стричь. Еще здесь сделана система опрыскивания, то есть дополнительное повышение влажности и растут пифиты. Единственное, что у часа зима очень-очень жарко. Здесь вот находишься где-то, наверное, градусов 37. Поэтому все-таки, конечно, не очень этого хватает. Сейчас будем увеличивать опрыскивание. Еще из интересного здесь это то, что обычно, когда сажаешь, где-то процентов 20 закладываешь на дохляк. И вот так получилось, что здесь у нас практически не было отхода. Это было удивительно. И еще мы сажали как раз в тот момент, когда были перебои с поставками голландскими растениями. Мы вынуждены были искать хозяйство по занимающейся, ну пусть даже там посадочный материал берущий в Голландии, но продающие его уже подрощенными у нас. Поэтому это все посажено на растениях, которые выращены нашими отечественными садовниками, назовем это так. И сейчас здесь уже часть растений поменена. Безусловно, мы здесь, конечно, меняем какой-то процент. Обычно небольшой. На самом деле здесь пока очень небольшое количество замены. Уже меняем на растения, которые мы сами выращиваем. Ну и из очевидного здесь, конечно, бесконечная борьба с клещом и червецом. Ну, в общем, она в основном сводится к борьбе на фикусах и бегониях. И это неравный бой. Он уже обречен на провал. Что еще надо сказать о фитостене? Фитостены достаточно сложны в уходе, потому что есть свои тонкости. Ну, во-первых, все фитостены сыпятся. Все. Независимо от растений, с них будет сыпаться мусор. Вы должны это учитывать. Вот я там начала обтряхивать папоротники, видно кучку. Вот. Во-вторых, все растет. Стричь надо регулярно. Бывает такое, что растения израстаются. Все это приходится пересаживать. Бывает, что ты знаешь растения, ты знаешь условия, которые для него нужны. А потом внезапно хоп, ему в этом месте плохо. Вот пример. Вот эти вот красные сингониумы. Они уроды. И они как были уродами, так и есть уродами. В других местах они уже выросли. А здесь, ну, мы предполагаем, что им кальция не хватает. Вот, посмотрите, это сингониум. Это не точно. Кальция, в общем-то... Ну, в общем, мы не знаем, что. То есть мы все добавляем здесь. Здесь прям вообще очень сложная схема удобрения. Сейчас попозже мы спустимся вниз и снимем там. Вот. Ну, в общем, сингониум здесь не хотят жить. Им придется все-таки менять. Мы им дали время и возможности. Ну, вот, собственно, точно так же получилось. Почему мы говорим, что тюансио с него здесь лучше не использовать? Здесь есть опрыскивание. Здесь повышенная влажность воздуха. Но все равно вот зимой ей не хватает, и она вся сдохла. Надо будет все менять. Мы уже решили, чтобы менять на искусственные аналоги, потому что, ну, зачем мучить растения. Ну что ж, время стричь. Потом встретимся внизу в подвале. Как все это устроено? Вот здесь внизу, по низу идет лоток везде. Этот лоток закрыт плиткой. Внутри он герметичный. В нем есть два слива в канализацию на всякий случай, потому что общая длина этого лотка 15 метров. Вода поступает осторожно сверху и уходит вот сюда. Вот, значит, полив, соответственно, идет здесь 6 поливов, то есть поливочных секторов, в которые поливают. Подолив регулируется каждый раз. Мы проверяем, достаточно его или нет. Соответственно, в зависимости от времени года, в зависимости от растений, все здесь меняется. Ну, а потом пойдем в бункер. Да, надо сказать, что еще питательный раствор, он поступает сюда только один раз, потом уходит в канализацию, то есть он не циркулирует здесь. Мы находимся в подвале, где находится оборудование для этой фитостены. Здесь у нас маленький техномир. Ну, давай, рассказывай. Ну, вот это самое главное. Это бак, в котором у нас в хранице размешивается раствор для полива. Вода сюда поступает вот из этой установки обратного осмоса. Это промышленный осмос. У него очень большая производительность. Здесь 50 литров в час, потому что очень большой расход воды на фитостену. Также тут есть... Короче, установка для тумана высокого давления. Вот. Это, можно сказать, система опрыскивания, как Милус. Но она выдает 100 атмосфер. Вот. И очень-очень мелкую водяную пыль. Это сама установка насоса. Здесь бак накопительный, из которого она берет осмос. Естественно, питается она тоже только осмосом. Вот там находится насосная станция, которая создает давление во всей системе для подачи воды наверх в саму фитостену. Сама фитостена разделена на 6 секторов. Они запускаются через электромагнитные клапаны по очереди. Это сделано для того, чтобы полив был равномерный. Потому что, если делать одну поливную флейту длиной 15 метров, в любом случае будет где-то недолив, а где-то перелив. Вот здесь висит щиток управления всей этой конструкцией. Ну, там стоят таймеры и реле. В общем, ничего сложного вообще нету. Простой щиточек. Собственно, каналы полива, работа освещения, ну и всего остального тут. Можно все-все на электронных таймерах, можно включить принудительно, когда тебе надо. А так все настроено. И у нас даже отдельные линии выведены. Если вдруг повышают пробки у нас, то только у нас. Так что, вот такая штука. Казалось бы, просто вырастить цветочки. По факту, нифига не просто. Вот такой вот коротенький ролик. Всем пока. С вами были Хлорель и Плансы.